Всем привет, с вами Том и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. Малител пони из и муви. И вновь уходящая неделя принесла нам порцию новых постеров с героями фильма. Идеи дизайнеров все страннее и не особо понятно, зачем вообще нужно такое количество плакатов. В продажу поступила целая пачка пони книжек по фильму, включая новый артбук и книги, и пересказывающий как целый сюжет мувика, так и какие-то его отдельные аспекты. Я выведу на экран несколько изображений из артбука, так что для нелюбителей спойлеров тайм-код для промотки будет в описании. Конечно же при должном любопытстве вы с легкостью нагуглите полные электронные версии самых интересных книг, но я все же покажу изображения без особых спойлерных моментов. Как и прошлый артбук по сериалу, новая книга содержит различные концепт-арты, включая первичные образы героев, какие-то претерпели незначительные изменения, а каких-то переделали кардинально. В общем, ценный экземпляр для каждого настоящего фаната мира пони. Также ряд различных источников поделился новыми скриншотами из самой полнометражки. И несколько симпатичных изображений с образами Рарити и Рэмбоу Дэш со странички фильма в Facebook. Седьмой сезон 1 сентября стартовал показ седьмого сезона на телеканале Карусель. Расписание выхода ближайших серий вы видите на экране. Пока точно не ясно, сколько именно серий будет показано, но при таком плотном графике русский дубляж довольно быстро нагонит еще выходящий сезон. Эквестра Геллс Шотс Еще пара новых мини-историй о Эквестра Геллс вышла за прошедшую неделю. Get the Show on the Road – тот самый клип про ремонт автобуса, который утекал в сеть еще несколько месяцев назад. И Leaping of the Page – история о Дэше в образе Дерингду, который нам также любезно рассказали раньше времени некоторые европейские версии журнала. А также на канале Hasbro опубликовали новый шот по My Little Pony – Fundamentals of Magic. В этот раз принцесса Селестия расскажет нам и своим ученикам об основах магии. Оригинальной анимации там совсем мало, но взглянуть на ролик можно по ссылке в описании. Пони-ферма от Gameloft Похоже, следующее обновление все же будет по пони-фильму, а Яков могут включить как новую коллекцию для сбора или нечто подобное. На этой неделе разработчики показали игрокам несколько рекламных баннеров Stamped Shadow и заверили, что апдейт должен выйти совсем скоро. Последнюю неделю лета предложили провести их в попытках выиграть в социальной акции Коку Крузу. Вернули актуальную коллекцию со стажерами Академии Вандерболтов и вновь соблазняли растраты камней на редкие магазины по существенным скидкам и волшебные шарики за полцены. Ну или наоборот, можно было прикупить ресурсов по более низкой стоимости. Legends of Equestria Открытие серверов Legends of Equestria запланировано на 10 сентября. Разработчики опубликовали на своем канале предрелизный геймплейный трейлер игры, ссылка на который будет в описании. Стоит отметить, что геймплей специально записан на низких настройках графики, чтобы продемонстрировать минимальный визуальный уровень для пользователей с не самыми современными компьютерами. Также заработал форум проекта и старым пользователям нужно пройти процедуру смены пароля. Ранее вход в игру осуществлялся именно по этим данным. Время открытия серверов и свежие клиенты опубликуют на сайте позднее. Новости игрушек У кого-то лето закончилось, а у минисов, похоже, все в самом разгаре. Наконец, появились промо-фотографии пляжных одиночных кукол. Синглы Рарити и Рэймбоу Дэш будут в параллельной коллекции по парку. Их фотографии придется подождать еще некоторое время. Будут ли в волне более крупные наборы по этим тематикам, пока неизвестно. Появились фотографии мягких игрушек от Билда Бир по пони-фильму. Традиционные костюмчики идут отдельно от пони. Новые пони для юных парикмахеров Songbird Serenade Styling Hat, эксклюзивная для Теско. И эксклюзив для сети Walgreens, набор Friendship Lesson. Новинки в магазинах Новые пони-русалочки продолжают появляться в российских магазинах. К новинкам прошлых недель добавились большие русалочки-мотницы, новые плюшевые пони и игровые наборы. Первый коллаж игрушек Сазона, фотографии из дочки-сыночки и ленты. Пони-книги Из печати вышла книга «Мой маленький пони», «Дискорд» и «Понивильское шоу». Ее уже можно начинать искать в магазинах. Официальные комиксы Опубликовали превью последнего четвертого комикса-приквела к пони-фильму. Он посвящен Tempest Shadow. А также превью пятого номера Legends of Magic И пятьдесят восьмого номера основной линейки комиксов. Пони-мероприятие Еще один пони-забег My Little Pony Friendship Run Пройдет на Филиппинах в Маниле 23 сентября. Симпатичный мерч для участников прилагается. Организаторы мультифандомного фестиваля Everfree, который пройдет в Москве 17 сентября, напоминают, что 5 сентября цена входного билета увеличивается с 300 до 400 рублей. А 13 сентября предпродажа билетов и вовсе закрывается. Далее билет можно будет приобрести только на входе за 500 рублей. Подробности о мероприятии можно найти на страничке конвента, ссылка будет в описании. Это все пони-новости, о которых я хотела рассказать. До встречи на следующей неделе. С вами была Тома. Пока! Субтитры подогнали Симон.